Итак, срочные новости. МИД РФ. Обострение в Донбассе свидетельствует, что Киев не намерен выполнять Минск-2. Соединенные Штаты Америки и европейские страны продвигают идеи силовой операции в Донбассе по принуждению к миру. Об этом говорится в размещенном в субботу комментарии МИД РФ в связи с участием главы российского типведомства Сергея Лаврова в министерской встрече в Нормандской четверке 11 июня в Берлине. Что касается ООНовского присутствия в Донбассе, то, как известно, в сентябре 2017 года Россия внесла в СБ ООН проект соответствующей резолюции. Однако мы до сих пор не получили письменных поправок по этому документу. Вместо этого наши европейские и американские партнеры продвигают идеи силовой операции по принуждению к миру, установлению в регионе, до проведения там местных выборов Международной военно-гражданской администрации, подчеркнули в ДИП-ведомстве. В МИД отметили, что обострение ситуации в Донбассе свидетельствует о том, что Киев не намерен выполнять Минские соглашения. События последнего времени свидетельствуют, что киевские власти не намерены выполнять Минские соглашения, грубо извращают их логику и последовательность, искусственно увязывают свою готовность продвигаться на политическом треке с полной военной капитуляцией Донбасса, контролем границы с Россией, отметили в российском ДИП-ведомстве. При этом украинская сторона не предлагает жителям Юго-Востока никаких политических гарантий, всячески провоцируя напряженность на линии соприкосновения. Используют любую возможность для ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона. Россия на министерской встрече Нормандской четверки потребует восстановления статус КВО в серой зоне населенных пунктах Золотое и Петровское, вновь занятых вооруженными силами Украины, а также разведения сил у станицы Луганской. После, отводя тяжелые техники и вооружений, это станет важным шагом в направлении достижения устойчивого режима прекращения огня в соответствии с положениями минских соглашений, добавили в министерстве. С конца апреля обстановка в Донбассе обострилась. Украинские силовики дважды атаковали позиции провозглашенной Донецкой Народной Республики в районе Горловки. Обе попытки были успешно отражены. Ряд западных СМИ связали обострение с попытками сорвать приближающийся чемпионат мира по футболу в России. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. Давайте почитаем несколько комментариев. White 173 House пишет, Владимир Владимирович никак не может пойти на присутствие ООН на границе России и Украины, ведь он не сторона конфликта. Как он тогда сможет в треть Донбасса поставлять своих человечков и сбруй для них? Ну, сами-то поразмыслите. Ну, дальнейшее, я думаю, читать не будет корректно. Нет, не будем читать. Пожалуйста, пишите ваше мнение по поводу данной статьи и данной ситуации в Донбассе. Убдительная просьба соблюдать субердинацию, потому что наши видеоновости могут смотреть и читать дети. На этом все. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok